Корреспонденту Ольге Скобеевой удалось задать вопрос Варваре Карауловой. Это та самая студентка, сбежавшая из России в Стамбул и задержанная при попытке пересечь границу с Сирией, чтобы предположительно примкнуть к боевикам исламского государства. Итак, судьба Карауловой начинает проясняться. Варвара Караулова, вы, наверное, видите, девушка с полностью закрытым лицом. Сейчас следует из одного терминала в другой. Через несколько минут она должна отправиться в Москву на рейсовом самолёте. Её охраняют полицейские, она отказывается с кем-либо разговаривать и отказывается показывать своё лицо. В эти минуты Варвара Караулова находится в международном терминале Стамбульского аэропорта имени Ататюрка. Её завели на охраняемую территорию буквально несколько минут назад. Туда же сопроводили её отца. Варвара Караулова, или как она называлась, себя в последнее время Амина в аэропорту появилась в хиджабе, точнее говоря, в чёрной юбке в пол, бежевого цвета накидки и палатки, которые покрывают не только голову, но и полностью прячут лицо. Не было видно даже глаз Карауловой. То есть, естественно, самостоятельно девушка фактически не могла. Её в буквальном смысле вели. Как вы себя чувствуете, Варвара? Скажите, пожалуйста, хоть несколько слов. Варвару сопровождали два человека. Это сотрудники турецкого интерпола здесь, в домашнем терминале аэропорта. Её ждали ещё и сотрудники российского консульства. Я напомню, студентке МГУ нет документов, так что здесь, в Стамбуле, ей передали справку, подтверждающую её личность. Справку на вылет в Россию. В каком она сейчас находится в состоянии, неизвестно. На вопросы Варвара не отвечает, прячет своё лицо. Мы попытались спросить, как она себя чувствует. Попытались расспросить её об условиях содержания в национальном миграционном центре Турции. Но Варвара Тараулова ничего не сказала. Русскую речь она, тем не менее, понимает. Она машет в ответ головой. Таким образом отказывает с нами беседовать. Ответьте, пожалуйста, как вас содержали? Что это были за условия? Где вы спали? Сколько вас было человек в одной камере? Почему вам нельзя разговаривать? Почему вы молчите? В чём дело? I'm sorry, what are you doing? Итак, сейчас Варвара находится в охраняемой зоне. Вылетает в Москву. О судьбе остальных задержанных ничего неизвестно. Я напомню, на границе задержали 13 россиян. Отец Карауловой, как он нам только что сообщил, билеты в Москву купил самостоятельно. И таким образом ускорил вылет Варвары на родину. Ну вот как отец, её смогли переубедить? Она добровольно летит? Всё ли в порядке? Скажите, пожалуйста. Да, всё в порядке. Никто ли её там не пытал, не мучают во время этой вербовки? Павел. Я всё сказал, спасибо. Итак, сегодня утром Караулову отпустили после недели пребывания в турецком национальном миграционном центре. Задержали девушку на отрезке сирийской границы. Всё это время она была в городе Батман. В непосредственной близости от границы. И в 1200 километрах от Стамбула. В самом Батмане аэропорт уже несколько лет закрыт. Так что сначала Караулову в сопровождении охраны доставили в город Дияр-Бакыр. Это 100 километров от Батмана. В Дияр-Бакыре Караулову посадили на рейсовый самолёт. Опять-таки в сопровождении охраны и доставили в Стамбул. В каком настроении Варвара Караулова сейчас возвращается домой? Понять невозможно. Она не отвечает ни на какие вопросы. До начала регистрации остаются буквально считанные часы. Варвара вылетает в Москву.